МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, какое там хорошее настроение. Идешь быстрее мыться, купаться. И, наверное, нужно выспаться. Самое главное для меня – это выспаться хорошо. Сон для человека – это 90% успеха. Если человек отдохнувший, выспавшийся, он и будет такой радостный, счастливый. Но мне кажется, что, что значит, кто-то удастся, что это фейтинг. Но мне кажется, с вашим графиком, нариман, вам не удается высыпаться, потому что вы постоянно летаете за границу. У вас постоянно показы свои коллекции. И еще у вас есть свои какие-то увлечения, о которых мы не знаем, но сегодня хотим узнать. Она уже все узнала. Откуда она узнала? Да, я по этому говорю, настолько не хватает 24 часов в сутки, особенно если это перед показом, когда мы и ночуем в цеху. И действительно, это в буквальном смысле, и день, и ночь пропадаем, шьем, шьем усиленно, караим. Даже вот то, что недавно прошел фэшн-шоу, которое было в Зарвшане недавно, да, которое вы видели. На самом деле мы там даже некоторые платья, два или три платья были все на иголочках, они были не дошиты. Поэтому я с каждым разом все больше и больше убеждаюсь, 24 часов в сутки не хватает, чтобы все успеть. Поэтому приходится вставать пораньше, немножко отдохнуть, кофе, все, набегу-набегу и ехать работать, работать, работать. Ну, у меня всегда было по жизни таким главным девизом, что под лежачий камень вода не бежит. Если бы я был Дангаса, если бы я спал очень много, я бы, может быть, не сидел сегодня вместе с вами, как преуспевающий один из ведущих дизайнеров в Узбекистане. И не только. Я получил звание лучший дизайнер международного уровня, кстати. Я один из немногих дизайнеров, кто представляет моду Узбекистана на международных флешен показах. Наримон, мы видели, что вы только коллекциям выросли, что вы любите. Вы любите, что вы любите, что вы любите, что вы любите, что вы любите. Наверное, это больше моя слабость, это мое хобби. Я вижу, какая вещь должна стоять, я вижу, какая мебель должна быть, даже какая мебель должна быть обитая. Райтасфер. Цвет однозначно, фактура. Все познается в мелочах каких-то деталях. Даже если я сегодня поставлю какой-то аксессуар на стол, уже интерьер всей квартиры будет смотреть совершенно по-другому. И поэтому все чаще и чаще сейчас меня приглашают на очень серьезные, большие проекты. Не важно, будет ремонт в квартире, от А до Я все под ключ. Либо это какой-то огромный дом, либо это какой-то ресторан. Сейчас мы занимаемся одним очень крутым рестораном, интерьером. В общем, это мое хобби, от которого я тоже получаю вообще эстетическое удовольствие. Я никогда об этом не знала, Наримон. Вот теперь знаю, моя дорогая. Оказывается, есть такие вещи, о которых мы не знаем. Вы еще многого не знаете, скажу я вам. Конечно. Димайк, чудо-коп, нерселерно-бугун, бле-болямс. Димайк, чудо-коп, нерселерно-болямс. 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 Димайк, чудо-коп, нерселерно-болямс, бнец если нет. Димайк, чудо-коп, нерселерно-болямс. Музыка Музыка как вы завтракаете как вот начинается в принципе ваш день с чего он начинается с будильника хорошо вот будильник прозвенел вы проснулись такой злой но все-таки надо идти дальше только кофе я скажу что я почти всю жизнь я не помню чтобы я завтракал никогда не ел каши и не ем вообще каши по сиденьям только кофе очень много кофе с утра из процедур я очень сильно ухаживаю за лицом за своими волосами очень много косметики на самом деле очень очень потому что мне уже не 12 лет и это понимаю я все время на виду а это будет маленький секрет мы не знаем возраст наримана вы знаете мы сидели с участниками земля вас и гадали сколько же нет на риману григоря ну мы искали вас в социальных сетях в интернете но нигде этой информации нет и даже википедии да я мама мне такая говорит сынок я сама запуталась сколько тебе только столько 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 я бы маме сам запутался неважно сколько мне кстати перед началом съемки михус норм не спросил на риман о чем нельзя разговаривать вообще нельзя мне спрашивать про личную жизнь и про мой возраст это все равно те вопросы на которые никогда не нет даже на даже всем и этим все сказано даже я сам не знаю если честно то когда заглядыв паспорт в очередной раз лечу на ту неделю или иную неделю море думал господи закрываю и иду дальше проходить таможенный контроль шахси хайот лариям шури мучу шахси вузы кириллай лопа гуляр на хечкинге айты бермасы кендар сюда инсоляр боле да шахси хайот лара хакада умуман гепрошность ташмайда на риман айнан мана шунда инсандар катар гекарана маха в дердик дима к бузге шахси хайотке назар тачлайш ман итальгене келин и джотке назар саламыз заманови лик сизни фикерингис чинне маузы заманови айол лар канды кинады менды екхал варьян тар буринч си мода неньк етедан ху гян айол заманови айол и кинч си ослубы на топкан по узге ерешкян дебаскар неге гян айол сизни ма дебой лейсис хайси бир чавап сизни ничет огора губарада хар бир айол нень козы нень фикр бар лекин аслада бугинги заманови лебаскар кинь бичімді тикілген киімлер нафис райнлар юмшақ райнлар ва узге ерешкян дебаскар бу борада албата қомат түрге ахамет берамыз ва айнан хозыр біргіна яшларымыз ічіде оммалышкян джинси матодан тикілген шымдан бір неште образлар яратамыз біне үшін бізге кинь үсліпті тікілген джинси шым ва джинси шымымыз білаң үйгінлашадыген бір неште үсліпке қос болген тепа қысым, яны кофталардан файдаланамыз образларымызу мүкем малқылыш үчін біз көпінчі ақсесуарлардан үнімлі файдаланшымыз керек біне үчін тақынчоқлар, сумкалар, ойоқ киімлер бір не өгі қошымчоарх parecer шақсенмен джинси шымларныяқшы коршумге сабаб ВОСТОРЖЕННЫЕ ОБРОЗИМИЗНЫЕ ОБРЫЗМИЗИЕ КОРОБАЛЕ ВСЕЛИИ В этом видео мы используем нашу форму. Итак, первый форму. Для второго форму я использую лакуфу. Это лакуфа для любви, партнеров, кофе, для развития, для развития, для отношений и для других. Нариман, вы совсем недавно провели свой показ, вот в Заравшане, как вы и сказали, но у вас на носу новая неделя моды, где вам отвели целый день. День, да, сольный день. Как вы к нему готовитесь и будут ли какие-то новинки, то есть не те платья, которые мы уже видели, а может что-то новое? Ну скажу я вам так, что вы видели всего лишь 18 позиций, а чтобы сделать сольный показ, нужно минимум 40-50 моделей, это минимум. Значит заранее подготовились. И сказать вам по секрету, мы не готовимся вообще, настолько сейчас не хватает, мне честно не хватает времени даже. У меня есть какие-то наметки в голове, что как это должно выглядеть, сейчас мы должны дошивать, но пока мы даже еще не начали. Потому что я все думаю, а еще месяц есть, а еще месяц, а на самом деле еще месяца нету. Уже осталось совсем немного. 15 дней, да. Это предстоящая неделя моды, Ташкент Fashion Week. Как всегда все и происходит у всех, за последние 2-3 ночи будем сидеть и шить, что теперь делать. Потому что помимо моих показов, есть клиенты, которых я не могу обидеть, у всех свои даты, у всех свои мероприятия, невесты, которые ждут свои свадебные платья, они даже не понимают, в чем они будут выходить замуж. Поэтому я их подвести ни в коем случае не могу, для меня они в перспективе лучше, больше всего. Вообще сезон осени, это такой очень усиленный сезон, назвали и во Францию, недавно мы приехали из Испании, в Испанию. Плодотворная осень. Очень, но осень ее всегда начинается во всем мире, недели моды, поэтому очень многим приходится отказывать, даже в плане финансово, что это не совсем можно себе позволить съездить ту или иную страну и вывести такую огромную полет. Я начинал сразу от того, что я заявил о себе каким-то почерком. Вы знаете, что вы можете сделать выражениями на эту работу, чтобы вы получаете свои ценности. Я хочу сказать, что мне, что мы сегодня, мы оскалили, что мы оскалили. Я пришел на эксперименту, чтобы присоединяться в отношениях с родителей. Субтитры добавил DimaTorzok 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 от таких компаний, как Узбекистан, Хавой Улары, заканчивая НБУ-банк. Я придумывал там очень много. В общем, не будем себя хвалить. Но я начинал сразу от того, что я заявил о себе каким-то кричащим каким-то почерком своим. И сейчас мне все говорят, Нариман, у вас, как у дизайнера, есть свой определенный почерк. Я надеюсь, вы это заметили. Я не начинал шить какие-то адрасовые чипаны, как это делают 90% начинающих дизайнеров. Я не начинал настолько из такой эксклюзивной ткани сделали обыденную. Раньше адрас носили только на торжественные мероприятия, на свадьбы. Это была элитная ткань. Ее считалось одевать престижно. Аксиеклярки шкин, факат. Адрас, адрас и байк матолерта. А сейчас, сегодня, посмотрите на улицы. Ее одевают все, от мала до велика. И от перемены мест влагаемых, к сожалению, сумма не поменяется. То, что ты начал в свою коллекцию обратиться, тоже адрас, обратно те же чипаны, переставил руками. Ну, это, в общем, для меня это не какое-то начало, не заявление о себе, как о молодом талантливом дизайнере. У меня была другая сразу специфика. Я понимал, что, может быть, либо я провалюсь прям полностью, либо я вознесусь. То есть вы уже пошли так? Ва-банк, да. Я был ва-банк, и мне все мои знакомые, друзья, говорят, ну, Риман, что здесь за кричащие изделия. Потом проходит там два-три месяца, я смотрю, ни одного платья нет. Что они говорили мне? Кричащие это слишком? Нету. Все продалось, все, все, все носят. И значит, это не настолько было кричащие. И на сегодняшний день они приходят ко мне, клиенты мои, именно за вот этим необыкновенностью. Получить необыкновенность, эксклюзивность от Наримана Григоряна, чтобы они зашли в зал, и все поняли, что это платье именно от Наримана Григоряна. Это, кстати, точно. Нариман, а как вы относитесь к конкуренции? Потому что ваш бизнес, он как бы широко распространенный именно у нас, в Узбекистане, потому что у нас очень много мероприятий, свадеб, и свадебных вечерних платьев очень много. Торому, Лайлопа? Ребят, ну, если не будет конкуренции, будет неинтересно работать. Вы же это понимаете? Ну, вот ты сложишь так, сложа руки, и будешь сидеть там, а я же и так самый лучший. Чем мне там? Понимаете, чтобы я не пытаюсь доказать кому-то, что я вот нам была на родине Узбекистане. Нет, я стараюсь выходить на международные уровни. Вот когда мне там говорят, что ты приехал в Узбекистан, на неделю моды там, я не знаю, в Беларуси той же, да, и говорит о том, что 50% твоей коллекции распродано прямо с подиума. Это говорит настолько о том, что нашлись твои единомышленники, что твоя коллекция, значит, действительно понравилась. Это шикарный результат. Даже если одно-два изделия продаж с подиума, с покада, это шикарнейший результат. А если положа руку на сердце, пока серьезных конкурентов, ну, один-два, единицы, пальцем одной руки можно посчитать, которых я действительно по праву могу назвать своими конкурентами, да? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал 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 DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Нариман, какой бы вы совет дали девочкам от 19 и до 26 лет примерно? Потому что именно в этот момент девочки начинают искать свой стиль. И как бы не промахнуться, просто есть девочки, которые уже родились с хорошим вкусом, но есть девочки, которые не могут найти свой стиль. Больше смотреть познавательных роликов в YouTube, в социальных сетях. Если есть возможность, обращаться, конечно, за помощью к специалистам, если есть такая возможность. Почему нет? Ко мне тоже действительно на самом деле много пишут. Есть сейчас масса специалистов, которые готовы сделать с вами, выехать на выезд и подобрать вам гардероб полностью, показать, что с чем сочетать, привить какое-то чувство вкуса. Есть очень много специалистов, которые также на бесплатной основе проводят какие-то мастер-классы, какие-то тренинги. Они собирают девочек и вот им показывают наглядно, что и было у нас в МВА ВОЗ. Я показывал наглядно через слайд-шоу, что с чем можно сочетать, сколько цветов можно в себе сочетать, в своем обличии, в своем луке. Не боятся экспериментировать. Они настолько, вообще молодость, это такое уникальное чувство, когда вот можно одевать все, и тебе так все будет хорошо, честно. Особенно не нужно одеваться в темные тона, потому что молодежь, на то и молодежь, чтобы какие-то яркими быть, такими лучистыми, да, сейчас, тем более на это есть все возможности. Наримана, вы знаете, третье тавессия, мы действительно очень хорошая тавессия, и мы на этом тавессии очень рады. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!